Вчера во всех мировых СМИ прошла новость о том, что Сергею Скрипалю стало плохо. И вчера же на лесах строительных работ собора Солсбери, собора Девы Марии появился российский флаг. Это, знаете, перформанс такой, это такая своего рода подпись, как вот пишут иногда, здесь был Вася. А россияне расписываются таким образом, мы здесь были. Мало того, что они своим присутствием и своей дурацкой операцией разозлили англичан, так они еще и напоминают о себе, таким образом вывесив огромный флаг. Настоятель собора назвал это совершенной глупостью и не понимает, для чего это было сделано. А вот Благосфера пишет вот о чем. Услужливый дурак опаснее врага. Известные патриоты устроили очередную идиотскую провокацию Великобритании, чтобы еще больше позлить англичан. Анекдот в этом духе. Берримор, да, сэр, а что там висит на Солсберийском соборе? Явка с повинной, сэр. Не поздновато? Как у нас говорят, сэр, лучше поздно, чем никогда. Вы думаете, это крик души, отозвавшийся в Солсбере? Нет, господа, это крик громогласной бравады. Российская власть давно перестала комплексовать и, как в старом анекдоте, стала гордиться своими промахами. А вот эту женщину узнаете? Не уверен, что многие узнают без дополнительного комментария. Это, оказывается, теперь, сейчас так выглядит Ирина Роднина. И у нее не только с лицом стало что-то не так, у нее и с головой уже давно, собственно говоря, что-то не так. Вообще, все те, кто заседают в государственной дури, их, видимо, по этому признаку и отбирают. Так вот, она, услышав эту новость, сказала, до людей начинает доходить, что мы не страна кошмаров и ужасов. Наш флаг, где бы он ни поднимался, это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются. Журналистка Татьяна Росс написала на это следующее. То, что надо стыдиться, наши люди во главе с сенаторами и депутаторами возводят в ранг гордости. Это маразм, это ниже плинтуса, это перевернутая мораль, это называется попутали берега. Это полное отсутствие представлений о цивилизованных человеческих ценностях. И это, к сожалению, Родина моя. Гордитесь ли вы ею? Нет, мне стыдно. Развешивать российские флаги и портреты Путина на небоскребах, столицах, крупных городов – это такое отсутствие вкуса. Это до такой степени глупо. Хотели, так сказать, услужить, а получилось, как всегда. Особенно на фоне новости ухудшения состояния Скрипаля. На все это хочется воскликнуть. Господи, ну почему же люди, работающие на российскую власть, депутаты, спортсмены, законодатели, исполнители, спецслужбисты? Почему же они такие тупые? И мы все знаем ответ. Потому что понабрали преданных и не спрашивают с них, как с умных. Субтитры создавал DimaTorzok